МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Новости в эфире информационного канала Севастополя. В студии Арсений Ковалевский. В период новогодних праздников максимально подавать электричество в жилые дома поручил губернатор Севастополя Сергей Миняйло в понедельник на утреннем заседании оперативного штаба по ликвидации последствий ЧАЭС. Что касается лимитов электроэнергии, ночью они снижались до 150 мегаватт. Дефицит составлял 10 мегаватт. Жизнь города стабилизировалась, все котельные в строю, общественный транспорт продолжают работу в режиме ЧАЭС. Запасов бензина в городе хватит на неделю, на подвозе топлива еще на 15 суток. Нехватки продуктов не наблюдаются, цены постоянно контролируют специальные группы. Несмотря на режим ЧАЭС, всем департаментам поручено ускорить работу по основным направлениям. Одна из первоочередных задач – ускорить процесс расселения граждан из аварийного и ветхого жилья. Чтобы мы людей до Нового года переселили, или во всяком случае выделили им квартиры и ключи от квартиры. Понятно, да? Второй момент – реклама. В ЧАЭСе мы немного упустили. Ускоряете процесс ликвидации рекламных носителей. Управление торгового и управления потребительского рынка совместно с комиссией по нестационарным торговым объектам. То же самое – перенос, ликвидация нестационарных торговых объектов, которые не должны быть, или которые не соответствуют требованиям. Малахов курган, Сапун гора, исторический бульвар. На Сапуне уже можно перемещать этих торговцев, которые на въезде стоят. Определите им место на стоянке. Но наши исторические места надо вычищать. И дальше пошли уже по площадям. К другим темам. Московские врачи передают опыт севастопольским коллегам. В городе открылась конференция о современной возможности хирургического лечения онкологических больных. Она продлится два дня. Столичные специалисты не только выступят с докладами, но и покажут свое мастерство на деле. Запланировано четыре операции. Их сделают ведущие хирурги-онкологи Национального медицинского исследовательского радиологического центра. Генеральный директор учреждения уже в понедельник провел первый мастер-класс. Под его руководством прошла операция в области урологии в первой городской больнице. Во вторник в Севастопольском онкологическом диспансере состоится еще три операции на желудке, легком и молочной железе. Основные задачи форума – повысить профессиональный уровень севастопольских врачей и наладить сотрудничество в области медицины между двумя городами. Видим, что люди учатся. И вот эти операции, они очень полезны для так называемого мастер-класса живой хирургии, когда они не только читаются лекции, но и делом подтверждается мастерство или делом подтверждаются те вещи, которых мы делимся с нашими коллегами. Для нас это тоже очень полезно, важно. Будем надеяться, что это служит хорошей помощью для города федерального значения. Мультидисциплинарная конференция с участием как терапевтов, не только онкологов, но и терапевтов, хирургов, акушер-гинекологов. В общем, самые разнообразные специалисты на сегодняшней конференции присутствуют. Хочется узнать что-то новое, современное, перспективное. То, что будет важно для наших врачей. Новая жизнь Умки. Сегодня после реконструкции открыли детский сад номер 69. Это уже второе дошкольное учреждение, которое в этом месяце в Севастополе начинает работу после капитального ремонта. Реконструировали его с 2012 года. Теперь здесь новейшее оборудование и есть даже собственный спортивный зал. Губернатор Севастополя Сергей Миняйло на открытии осмотрел группы. Подробности далее. Уютные игровые и умывальные комнаты. Современные спальни с удобными кроватками. Стульчики и столики, которые регулируются под рост ребенка. Здесь даже есть собственный спортивный зал, в котором на маленьких тренажерах будут заниматься будущие спортсмены. В 69-м саду для малышей все продумано до мельчайших деталей. Красиво понравилось. Вообще играть. После капитальной реконструкции 69-го сада воспитатели, а большинство из них молодые, специалисты намерены сделать все для того, чтобы умка стал вторым домом для ребят. Вздохнуть спокойно и знать, что ребенок под присмотром, пока взрослые на работе смогут 300 семей Нахимовского района. Именно настолько место рассчитано дошкольное заведение. Наш детский сад является учреждением нового типа. Главное направление в работе – это укрепление и сохранение психологического и физического здоровья детей. Для этого уже созданы все необходимые условия. В здании сада функционирует сенсорная комната, комфортабельные группы, спортзал с двумя зонами. Отдельно тренажерная зона и зона для общефизического развития. Инструктор, кандидат мастера спорта. То есть воспитанием детей занимается профессионал. Также у нас в планах открытие опытно-эксперментальных лабораторий для детей. То есть дети могут на своем опыте познать тайны мира. Из 300 мест в 11 группах в 69-м саду почти половина свободны. Так что в департаменте образования принимают заявки от родителей. Сегодня дошкольное учебное заведение получило лицензию и символический золотой ключик. Новые детские сады в Севастополе не открывали почти 30 лет, отметил губернатор Сергей Миняйло. Проблема нехватки мест двинулась с мертвой точки и стала решаться осенью после уплотнения групп. Кроме того, реконструкции подлежало два сада. 25-й и 69-й. Теперь уже они оба в работе. Сегодня это второй садик. Первая очередь второго садика, который мы запускаем. Нам детские сады необходимы. Мы это понимаем прекрасно. Не только здесь в городе, но и в сельской местности. Мы уже объявили конкурса по федеральной целевой программе. На проектные искательские работы, в том числе, там есть и детские сады. Мы взяли типовые детские сады на 260 мест. И их будем привязывать к тем местам, в тех районах, где они необходимы. И в следующем году, после проектирования, будет уже стой монтаж. Это далеко не все преобразования в 69-м саду. К лету ребята смогут играть в новых беседках. Кроме того, здесь оборудуют велотропинки и собственный стадион. Анна Малышко, Михаил Волобуев, информационный канал Севастополя. В воскресенье на площади Нахимова открыли главную городскую елку. Огнино-сказочная зеленая красавица зажег Дед Мороз из Великого Устюга. На праздник он прибыл на новогоднем троллейбусе. Приветствовали севастопольцев и представители исполнительной и законодательной ветвей власти. Поздравляли горожан с наступающим Новым годом и творческие коллективы. Для зрителей подготовили развлекательную программу «Песни, танцы и хороводы». За происходящим на площади Нахимова наблюдали тысячи людей. В продолжении праздника на площади Нахимова выступил белорусский коллектив «Песняры» и российский певец Влад Соколовский. Завершилась программа фейерверка. Мне очень сильно понравилось. Была елка, приехала на транспорт в Свет Мороз. Елка замечательная, даже шансы веселые, пели песни. И мне очень сильно понравилось. На самом деле очень круто. Последнее время не было света. Надеялся, что сегодня будет. На самом деле все так хорошо, все красиво. Музыка, эмоции. Много людей, все ходят, все кто-то торопится. Новогоднее настроение. Все очень здорово. Спасибо большое, город Севастополь, за такой крутой праздник. Замечательный праздник, замечательная елка, замечательный Дед Мороз. Ура, Севастополь! Всех наступающих! Работа! Участники детского хора «Жаворонок» отправились в Москву. 25 декабря они выступят в Кремлевском дворце. Концерт посвящен 125-летию выдающегося композитора Сергея Прокофьева. Севастопольский коллектив Дворца детского и юношеского творчества вошел в состав Всероссийского хора еще в 2014 году. С каждого региона страны было отобрано по 10 кандидатов в возрасте от 10 до 14 лет. Первое выступление севастопольских хористов в Москве в составе Тысячного хора было на сцене Большого театра 9 мая. В этот раз в столице ребята пробудут неделю, где помимо репетиций для них подготовлена туристическая программа. На концерте детский Тысячный хор России исполнит 12 популярных произведений. Этот детский хор интересен тем, что в связи с возрождением хорового, Всероссийского хорового общества, туда вошли очень интересные профессионалы, очень интересные люди, музыканты. И эта идея дирижера Мариинского театра Гергиева была поддержана Всероссийским хоровым обществом по созданию этого большого детского хора. Это очень занимательно, очень интересно. Столько детей, столько впечатлений, хочется со всеми познакомиться. Очень много городов, регионов. Мы очень усердно готовились. То есть у нас было не так уж много песен, 12, да, но уходило там по 3-4-5 часов репетиции в день. Мы очень гордимся за наших ребят, что они попали в этот хор, что они примут участие и ждем их возвращения домой уже к Новому году. В рамках регионального проекта «Успешный Севастополь» организация «Молодая гвардия Единой России» провела встречу студентов севастопольского филиала МГУ с представителями различных структур и департаментов правительства Севастополя. Гости рассказали об условиях приема молодых специалистов на госслужбу. В завершении студенты факультета государственного управления прошли специальное анкетирование, по итогам которого их распределят на прохождение практики в различные департаменты правительства города. Встреча заключается в том, что все наши приглашенные гости они выпускники факультета. Их задача как раз таки на практике передать опыт тому подрастающему поколению студентов, что представляет из себя государственная муниципальная служба, к чему нужно готовиться, какие есть особенности в тех или иных подразделениях. Наши встречи будут охватывать самые различные специальности, самые различные направления. Всего в рамках проекта мы проведем порядка 10 встреч. Я думаю, каждый из них что-то полезное даст нашей молодежи. К новостям спорта. Курсанты Черноморского высшего военного морского училища имени Нахимова стали победителями пятого ежегодного турнира по мини-футболу в памяти Сергея Васильевича Демина, известного в городе спортивного деятеля. В финальном матче курсанты одержали уверенную победу над командой «Ураган» 5-2. В игре за бронзовые медали «Танго» не оставили шансов авангарду 7-0. Всего же в традиционных предновогодних соревнованиях принимали участие 8 любительских команд Севастополя. Они были разделены на две группы. По итогам кругового турнира были определены финалисты и участники матча за третье место. Игры проходили на стадионе «Юность» третьей спортивной школы Олимпийского резерва. По окончании состязаний победителям и призерам вручили медали и грамоты. Отметили игроков в номинациях «Лучший вратарь», «Нападающий» и «Игрок турнира». Сергей Васильевич более 20 лет возглавлял комитет по проведению соревнований Федерации футбола города Севастополя. Очень преданный, добросовестный, очень любящий футбол человек. Поэтому именно его именем и был назван этот кубок. К сожалению, пять лет назад он безвременно ушел из жизни. Никто не ожидал, что так произошло. И как раз перед своей кончиной он учредил Кубок Федерации. На этом у меня все. А эфир информационного канала Севастополя продолжается. Оставайтесь с нами. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова